Доброго утра всем чудесного, болгарского, тем, кто меня смотрит. Спасибо, что смотрите свои небольшие видеоролики. Друзья, тема... Тут очень бурное обсуждение. Смотрю вот так в сети и вокруг. Тут вот мы по соседству. Говорят о том, вот почему жителям России не открывают. Почему как так? Вот многие говорят. Почему нас не пускают, а вот Украину пускают. Ну, друзья, во-первых, давайте не будем завидовать. Во-вторых, могу сказать так. Есть четко в Европе и Всемирной организации здравоохранения три порога, три причины, по каким открывают или закрывают страны. Есть красная зона, оранжевая и зеленая. И в зависимости от этого открываются или не открываются. Это общее такое принятое. Дальше индивидуально решает, как каждая страна по-своему. Например, Корея, она вообще ни для кого не открывается. Ну, вот мы на сегодня, Украина, находится в желтой зоне. В красную мы еще не попадали. Были до этого в зеленой. Поэтому поначалу в июне прогнозы были вообще очень положительные. Мы должны были попасть, в принципе, везде. В итоге мы в желтой зоне, мы попадаем не везде. Пять стран там или шесть, восемь для нас открыты полностью, без всяких документов. Остальные с какими-либо условиями. То есть мы открыты для нас, например, Европа. Но там есть определенные условия или тесты, или посвечения, или ВНЖ, или там вы родственники, жители Евросоюза. То же самое касается, например, той же Болгарии или Хорватии. Нам дважды открывали, закрывали по началу границы. Как только мы перевалим определенный порог допустимого, а это было в начале 25 человек на 100 тысяч населения заболевших. Потом сейчас это уже 16 человек на 100 тысяч населения заболевших. Вот если мы его переваливаем, для нас закрывают. Так что есть сугубо чисто все числа, цифры и никакой политической подоплеки. Конечно, каждый может думать как угодно. И я знаю, что большинство думают, что вот это что-то как-то, вот это против нас. Друзья, вот просто расслабьтесь и как оно есть. Сейчас все страны в каком-то, весь мир в каком-то странном состоянии из-за этого вируса. Вот он есть, люди болеют. Насколько это там причина, повод открывать-закрываться, решает каждая страна индивидуально. Я знаю, что Европа, у меня много там родней. Вот мои подруги живут в Европе, в частности, не буду называть страны. Вот считают, что да, экономически им невыгодно. Им проще потерять какую-то часть от доли туризма, чем потом выгребать весь год, потому что они вот за эти два месяца просто на таком пределе коммуническом были. Они поддерживали все население. То есть 80%, 100% оплачивали всем гражданам, которые сидели дома, оплату. Плюс производство пострадали. В общем, как и у всех. Насчет, поэтому вот как открывают. Болгарии, конечно, ждут, так же, как и, я знаю, в Черногории, в Хорватии. Но Болгарии очень. Поэтому, ну вот так вот, что сейчас все в таком состоянии. Кто может приехать, кто-то нет. Украине открыли, слава богу. То есть Болгария как Евросоюз, да? Да. Нет, Болгары сами лично, они ничего против. И точно так же Хорваты и так далее. Никто не решает. Решает Еврокомиссия. Еврокомиссия давно определила, почему кто будет въезжать. И плюс это постоянно меняется. То есть каждую неделю обновляется информация. Или каждые две недели нужно мониторить. Вот, в отношении Украины. Решение принимается по стране, вы въехали, через неделю обновляется. Например, Хорваты вначале были открыты для нас. Потом резко все закрылись, неделю были закрыты. Потом где-то, значит, там дней через 12 открылись, я вот мониторила. Можно было въехать. Все поехали. Мы вот даже тоже собирались так рвануть. А потом вдруг раз, и сказали, тест ПЦР нужен. Тест ПЦР, а нам, в общем, по времени никак не подходишь. Стерять с детьми стартануть. Сколько там должен быть человек, допустим, чтобы пустили зараженных на тысячу? Не помнишь? Ну, сейчас, там в зависимости от каждой страны, ну, страны, например, там Франция, та же Австрия, 16 человек на 100 тысяч населения. Вот, кстати, позавчера Австрия для нас закрылась, потому что мы для нее попали в красную зону. Мы перевалили за последние, там, пять дней это количество. Поэтому все, Австрия уже закрылась для нас. Вот так вот. В среднем по 20-25 человек. Если я открыл, я не буду ехать, я так понимаю, да? Конечно, да. То есть нужно, да, то сейчас, кто хочет куда-то выехать, или кому действительно надо было, не просто на море еще что-то, у него должны быть сложные чемоданы, вот, прикоплены уже деньги, он должен стартовать сразу, потому что ситуация очень меняется быстро. Вот я же говорю, каждую неделю ходит. Поэтому не надо расстраиваться, обижаться. Я думаю, что в России прекрасно есть места, где отдохнуть, вот, так же, как и в Украине, и, честно говоря, тоже в этом есть плюсы. Есть возможность, едем, нет, нет. Все, всем пока. Пока.